Браво! Ну по-моему, если мне не изменяет память, уважаемые зрители, дорогие игроки, первый раз такая ситуация, все шесть игроков и игрок добрался до одного миллиона гривен. За один миллион можно построить кондитерскую? Да. Да? Да, ну на самом деле, ну не такую там грандиозную там, на самом деле, да, возможно. Надежда, все очень просто, один миллион гривен, ответите правильно, вы миллионер. Ответите неправильно, вы победитель, уйдете с одной тысячи гривен. Не знаю, как на кондитерскую, но на вафельки какие-то хватит. Но у вас есть пас, и в этом интрига. Если вы скажете пас, вы уйдете ни с чем, но дадите шанс ответить следующему игроку, который пока еще ни разу не сидел в горячем кресле. Но здесь все жестко. Каждый сам за себя. В горячем кресле надежда Бельди в одной минуте до того, чтобы стать миллионером. Не из трущоб, а из бухгалтерии. Внимание, вопрос. Залтыков Щедрин сказал. Тихо. То не беда, когда за рубль дают полрубля. Беда, когда за рубль станут давать варианты ответов. Копейку. Два рубля. Милостыню. В морду. Одна минута. Тихо. 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 30 секунд. На самом деле, не знаю, честно. Тише, господа. Тише, пожалуйста. Варианты ответов. 17 секунд. 13. Ответ Д. 7 секунд. Д. Мне принимать? Да. 5 секунд. Д. Вариант Д принят. Да. Надежда. Да. А вам никогда не говорили, что вы жадный человек? Нет. Вы не считаете себя жадной? Нет. Вы же не знали точную формулировку? Нет, не знала. Ну, как-то вот, ну, ответ 2 рубля подал как-то сам собой, то есть, ну, в рифму, да, за рубль дают полрубля, когда за рубль стоим 2 рубля. То есть, мне кажется, ответ 2 рубля точно нет. Копейка, ну, копейка это еще меньше, чем полрубля. То есть, ну, почему-то я склонялась либо к Ц, либо к Д. То есть, опять же, ну, это только вот интуитивные какие-то ощущения. Да, ну, копейка меньше, ну, то не беда, когда за рубль дают полрубля. Беда, когда за рубль станут давать. Ну, может быть, рубль, не знаю, может настолько бесценится, что станет как-то вот, как-то некрасиво его под... ну, не знаю, честно. А вот если бы вы сказали пас, тогда было бы больше шансов вам ответить верно на этот вопрос. Давайте спросим у замечательного молодого человека. Как его зовут, простите, пожалуйста? Назар. Назар. Вы ни разу к нам вот не сели в горячий крест. Так вышло. Так сталось. Ну, так. Видите, вот как Надежда вот пожадничала. А ведь если бы вы сели, может быть, вы бы дали правильный ответ. Можем. А какой ответ вы собираетесь, да? Я думаю, я думаю, ответит Д. Такой же. С вами разовор окончен. Да вы все считаете? Да. Классика есть классика. Господа, я должен вас всех... Серьезно сейчас. Я должен вас всех расстроить. Да ну. Да. Да ну. Нет, правда. Я должен вас расстроить. А вас поздравить! Один миллион гривен впервые на футбол выиграл... А меня зашло. Выиграл Надежда Береги, которая танцует сальто. Победную. Боже мой, как я вас поздравляю. Можем спасибо. Вы молодец, вы умничка. Спасибо. Собрались с духом и выиграли один миллион гривен. Спасибо. Ну какие ощущения? Пока я не осознаю этого, честно. Вы не понимаете. Друзья, звучат эти аплодисменты не случайно. Сейчас информация для зрителей, которые принимали участие в СМС-викторине с этого маянда прием сообщений прекращен. Правильный ответ на этот вопрос, вариант В, нападающий. Друзья, мы с миллионершей замечательной, красивой прощаемся с вами ровно на одну неделю. До встречи. Увидимся на телеканале Интершоу. Миллионер. Горячее кресло. Пока. Спасибо.